Привет, мои родненькие танкисты! Буквально месяц назад мы с вами собирались на просмотр нового тизера под названием Цены Терпилы И вот уже сегодня так быстро новый тизер нового обновления Боги Войны Вот эта улитка перед Новым Годом решила, короче, с нас всех бабла срезать Немного настораживает дистанции между обновлениями Не жду каких-то мега обвалов в плане контента или каких-то изменений Да и вроде как тизер тоже не супер длинный Давайте же посмотрим, ну и потом будем разбирать, что нам подвезли да как Ну, я вангую, что Боги Войны как бы отсылка на артиллерию И нам дадут полноценную механику баллистического вычислителя Но опять же, это лишь мои догадки Смотрим Хе-хе-хе Ну, скажем Скажем так Отсылка в начале мне нравится Переход такой с Первой мировой войны к современности Очень классный переход Но в целом я бы сказал, что тизер выглядит слабее, чем предыдущее Во многократно слабее И чувствуется недостаток времени того, кто его собственно делал Возможно вообще список техники дали ему под конец Ну, прям вот на улитку не похоже Обычно у них тизеры, знаешь, как отдельный видос Вообще, можно его отдельно отвязывать от обновы и кидать на YouTube куда-то А вот в этот раз, ну, как просто рекламная интеграция это выглядит, ребят Ну, что ж, давайте смотреть Что здесь, как Самолетик какой-то лауранговый Первой мировой войны Думаю, нам всем все равно, что, но да как Прикольно то, что есть такой антураж Первой мировой Что нам говорит, да Данный футаж Который снят Даже не повторюсь, а расскажу, кто не знает Все вот это снимается на движке игры То есть, была запущена миссия И потом через повторы отснимается То есть, вот эта карта Она существует в реальности И, возможно, нам ее дадут Карту в сеттинге Первой мировой войны Прикольно, прикольно Такого вроде у нас еще не было С таким огромным на фоне выгоревшим держаблем Так, вот она превращается в современную Ну, насколько могу судить, Францию Там какой-то вертолетик летит на фоне Вроде как G-Links, что ли Что такое? Леопарды идут строем Это же леопарды, правильно? Леопарды и какая-то БМП Честно, я не знаю, что это такое За какую нацию Скорее всего, это либо Венгрия, либо Япония Но сразу хочется сказать о чем Что коробочки на данный момент в игре Все занерфлены И даже если это с 30-кой или с 25-кой Машинка в теории могла бы быть забавной Скорее всего, она выйдет дерьмом с завышенным БРом В принципе, как сейчас и все выходит Такого рода техники Из такого рода техники в нашей игре War Thunder Так, какие-то подвесы Новая ракета или что это? Я даже не знаю Или... Это часть, наверное, крыла все-таки Окей, артиллерия Китайская какая-то арта у нас Это явно китайская техника Тоже знатоки, я думаю, сейчас напишут в комментариях Что это такое Ну, китайская арта на 152-мм фугасах Боевой рейтинг, я думаю, выше 7.0 не дадут Это вроде как база у нас уже есть в игре На китайце, который с ломами Она достаточно юркая Я не думаю, что 6.3 дадут Или 6.7 Скорее всего, это будет арта боевого рейтинга 7.0 Но опять же, нужно понимать Есть ли здесь система управления огнем или нету Так, мерковая, может быть, очередная Может быть, та, что уже у нас есть Ну, блин, ну, они все под копирку, ребят 109-е Это, ну, как, новая У нас уже есть видар, да, вы с ним знакомы И вот, как бы, 109-е тоже врывается в бой Не знаю, будет ли там тепловизор или нет Но, скорее всего, система управления огня вас ждет Ну, и живучий стандартный видар Вместе с данной артиллерией тоже Как бы, приготовьте свои жопки Вот, они как бы смотрят вверх Здесь У меня какая-то, знаете, флешбек с картошки Вот, я как будто вижу загрузочный экран с картошки И там Т110Е, как-то там этот танк называется Не знаю, насколько это исторично Существовала ли эта штука у нас в реальности Но, блин, я хочу этот танк Он выглядит мега круто Как и М103 Это какой-то прям усиленный М103 С более изящными углами наклона на башне И какой-то другой пушкой Я не особо верю в поздние тяжи Очень редко они выстреливают И получаются хорошими Но выглядит он мега бомбезно Пока что это самое интересное, что есть в этом обновлении Но сразу же выделяется уязвимое место В виде огромной комбашинки То есть каморники советские будут говорить привет Ну и вот это, видите, выпуклость Этот сосочек или прыщ Не знаю, называйте, как хотите Тоже он будет простреливаться И туда будет залетать урон Так, идем дальше Пилоты Возможно, для СБшников Или даже в режиме Виара Будет какая-то такая прицельная сетка В виде свободном от лица Не знаю, тут сложно, опять же, сказать Ну и новый эффект Как видите, раскрывающегося Из-под дона лома Раньше лом вылетал целиком из ствола Ну, вы, скажем так Вы можете увидеть, что лом вылетает Как он выглядит, в принципе, любой снаряд Лишь зайдя в повтор И замедлив время Да, у нас это можно сделать Ты действительно увидишь, как снаряд вылетает со ствола Он замоделен, он там выглядит по-своему Раньше он вылетал целиком лом А теперь, видимо, мы с вами Мы с вами увидим, как он сначала Вылетает в поддоне Поддон раскрывается и выходит лом Мелочи приятны Главное, чтобы это не накрыло серваки И не создало дополнительную нагрузку на них Чтобы не лагало Ну и тут широкий Т-62 Я не помню, как этот объект называется Вроде как это ракетный танк То есть он с птурами И я, возможно, бы сказал Капец, он широкий Смотрите, он по высоте с 62 И очень широкий Я подозреваю, что эта штука, возможно, будет живучей Но Что меня смущает, уважаемые У нас занерфлены птуры просто в дерьмище Они настолько плохо летают Что сейчас лучше на них не играть Сама же улитка их уничтожила И вот они добавляют советский очередной ракетный танк Я особо не верю в данную машину И разве что, ну, как бы По хайпу можно на ней поиграть Но, опять же, только блогерам Зачем он танкистам, я не знаю Ну, посмотрим, потрогаем Может быть, эти ракеты будут лететь как-то по-особенному Так, ну и самолетик Вот буллпапики На новом штурмовике за USA Это F111 Пока что на нем висят только буллпапики Но вроде как там до хрена подвеса Вплоть до двух тонных управляемых бомб Что даст нам улитка, неизвестно Это все на дефсервере придется смотреть Но это F111 Он быстрый Он вряд ли маневренный У него изменяемая геометрия крыла И, скорее всего, на нем что-то можно будет заштурмить Если в бою не будет панциря Ну, или панцирь выйдет в бой слепоглухонемой В таком случае, да В ином случае, не знаю Ну, посмотрим, что за подвес Я думаю, ребят Я думаю, что он будет динамичный И хотя бы на нем можно будет взять какую-то высоту И оттуда что-то досбросить Короче, посмотрим Так, ну, это, насколько я вижу, F16 Вряд ли нам дадут еще одну очередную модификацию Буквально недавно как бы ввели Не думаю, что будет еще один F16 Ну, собственно, вот что мы маем М109 Живучие машины Которые убиваются вот сюда, либо сюда Скорее всего, баллистический вычислитель к ним пойдет Но, опять же, не точно Может быть, улитка просто типа по хайпу назвала боги войны Ну и М100 Точнее, F111 А, еще есть зенитка Я, честно, без понятия, что это Скорее всего, она чисто ракетная Я не вижу никаких пушечных подвесов на ней Вооружения, точнее Я хз Может, японец, может, израильская какая-то штука Но так как мы знаем, что вот эти сейчас ракеты воздух-воздух Достаточно имбалансные Типа мотылы, гидострелы Скорее всего, будет токсичная херота за 70 очков возрождения Ну, зенитчики, как всегда, оценят Вот она вот так вот будет стрелять Так, это БМП, которую нам показали Ну и, собственно, на этом тизер заканчивается Контента не очень много Я не жду прорыва Что мне лично понравилось очень Мне зашел переход, но я уже сказал Будет прикольно, если карта будет в двух версиях Про Первую мировую войну и современную версию Я буду только за Тем более, улитки недавно экспериментировали с зимними и летними картами Не очень удачный эксперимент Зимние карты затрахали Но почему бы нет Вот я больше всего жду данный танк Это М110 Или он как-то по-другому называется исторично Но выглядит он, сука, круто Вот я хочу мужской этот танк Буду на нем рассекать Прикольное изменение с ломами Забавный широкий танк Тут должна быть музыка широко идущего человека Вот Но я сомневаюсь в его эффективности Не то чтобы я М Точнее, F111 жду Не верю я в него Скорее всего, F16 штурмятся лучше Ну, добавили и добавили Ну и Также, в принципе Небольшие надежды остаются на Возможно, рабочий баллистический вычислитель Кстати, кадр немного кривой Как вы видите Немного криво получилось Ну да ладно Небольшие надежды на баллистический вычислитель Я думаю Так как он уже и так в народе В народ, скажем так Ушел Ушла эта программа Ее бы добавить всем Чтоб эта механика была в самой игре А не люди юзали дополнительный софт С баллистическими вычислителями Так что Ждем баллистический вычислитель в War Thunder Если не в этом То в следующем обновлении Ну вот такой вот тизер Такая реакция Ребят, с утреца у вас выходит Все это дело Прожимаем там лайки Подписываемся Приходим на стримы Гореть вместе со мной Ну и естественно Ждите уже Просмотр Дева Наш Стандартный уже И конечно же Обзоры на технику Все Всем счастья, здоровья А война пусть будет только в War Thunder